Субтитры делал DimaTorzok Мировой тур в World Tour по пляжному бич волевол ту проходит и мужчина сегодня уже выясняют свои отношения в рамках четвертьфиналов, но тут еще есть утешительные так называемые четвергинальные матчи и наверное все-таки достаточно неожиданно, что в четвертьфинал попал дуэт из Америки Джейк Гипп и Стейн Медсгер, но Медсгер очень известная игра, это понятно, сейчас у нас право их соперники расположились, Марсио Раужу и Дейжену Смоголяйс, между прочим это чемпиона мира, а вот что касается американцев, тут вообще ничего нельзя сказать о Джейке Гипп и вообще ничего, потому что этот парень, вот я смотрю внимательно, та статистика, которая есть у меня, огромное количество информации о Медсгере и nothing, ничего абсолютно о этом человеке, его партнере Джейке Гипп и он вообще по-моему в пляжный волейбол не играл, так что вот давайте наблюдать за тем, как выступает, это вот он созданный дуэт, напомню, что американские и американцы по большому счету игнорировали соревнования мирового тура, за исключением одного в Берлине, кстати, выступало вот этот американский дуэт, 13-й на небольшом чемпионате мира, и девушки точно так же поступали, но вот, судя по всему, где-то нашли они в календарике американского профессионального тура окно, или, может быть, все-таки о чем-то договорились в международной федерации волейбола, сейчас они вернулись в большие пляжные гонки, и, вы видите, очень удачно выступают и, соответственно, мужчины, и еще удачливее, естественно, американки, я говорю про мистемейкеры Волж, о чемпионках мира, так что возвращение американцев, по-моему, надо только приветствовать. Ну и сейчас огромное испытание у американцев, испытание чемпионами мира. Дуэт здесь был бразильский Марсио Раужо и Дежеус Моголес посеян под старым номером, первыми были посеяны, естественно, олимпийские чемпионы, и лучше в этом году, пусть они уже теперь экс-чемпионы мира, Эммануа Рикарда из Бразилии, но, вы знаете, здесь они, как на чемпионате мира, несколько удивили всех. Не прошли они далеко, занял в итоге девятое место, уступили Эйгеру и Ласиге, но да бог с ним, до Эйгера и Ласиге еще было одно поражение, вот в чем дело. Вот поэтому через вторую часть сетки пришлось им добираться до больших высот, и второе поражение подряд уже стоило им вылета. Не добрались они до четверть финалов, не добрались. Ну, что касается американцев, очень хорошо они шли, сейчас они у нас справа, на всякий случай, еще раз говорю, что у них синяя форма, и суперопытный метр, которому почти 33 года, объясняется с арбитром, арбитром объясняет, что было два касания, или, может быть, что-то другое выясняет, трудно сказать, ну, парень, все, вот про Джейка, либо у нас вообще никакой информации нет, если бы мы успели к началу репортажа, наверное, бы показали титрами, кто есть кто, но чуть-чуть затянулся матч. Гран-при между сборными Японии и Бразилии, и мы уже включились в репортаж, когда первые очки были разыграны. Чуть больше народу сегодня. На трибунах хорошая игра на блоке Деженса Моголяйса, он, кстати, тоже немного, в общем-то, играет в пляжный волейбол, но все-таки, с 2002 года. Араужа до подачи, очень хорошая подача. Поднимает мяч, отлично Араужев. И в итоге, вы видите, не зря трудились сейчас бразильцы, не зря. Так вот, как американцы шли к своему четвертьфиналу. В первом туре они играли с российскими волейболистами Брусуком и Аркаевом 2-0. Легко они их обыграли. Во втором раунде встретились с украинцами Кулиничем и Диченко. Тоже 2-0. Далее, третий раунд выиграли у Эггера и Ла Сига. Шлицарского дуэта, который здесь посеет под шестым номером. А вот, кстати, американцы посеяли под 19. То есть, очень хорошую форму они продемонстрировали. Очень хорошую. Ну и четвертый раунд. Здесь они споткнулись у немцев Бринка и Шнайдера. Седьмой дуэт этого турнира был сильнее. Хотя борьба была очень и очень серьезной. Так что они с этого момента попали в ту часть сетки, которая называется утешительной. И вот сейчас, если они проиграют в этом матче, они уже продолжить борьбу не смогут. Впрочем, вы знаете, как и марсера уже для Ежеса Самоголяйска. Все время тут споры разгораются. Ну, видите, все-таки предлагает главный арбитр. А почему картики не предъявляют сейчас? Арбитр, паряба, желтую показать. Ну, пусть это чемпионы мира, но так нельзя, конечно, действовать. Просит Моголяя сейчас. Очки немножко тут почистить. Вот, пожалуйста, желтая карточка, наконец-то. Наконец-то. Давно пора было. Давно пора было это сделано. В общем, я думаю, для чемпионов мира, конечно, вот это поведение, оно некорректное по отношению, тем более, к даме. Выясняли тут отношения они. Ну, вы видели, конечно, касание сетки было совершенно очевидно. Причем рефери предлагает американцам не вступать в пререкание с бразильцами. Он принял свое решение и в итоге все закончил желтой карточкой. Да, борьба сегодня обещает быть нешуточной. Не только на площадке, но за пределами. Адамоголяя сейчас проводит шикарную атаку. Рычаг какой у этого парня, да? Рост у него 204. Ну, что тут говорить? Вес чуть более 100 килограммов. Но вы знаете, он когда в этот тур-то вступил, он весил вообще 104 килограмма. Он похудел. Действительно, немало сил было уже потрачено. Так что... Ну, чемпионы мира есть чемпионы мира. Но американцы тоже просто молодцы. А кто еще у нас? Класс. Просто класс. Падение. Моголяя сейчас делает... Ну, все. Просто настолько идеально. Посмотрите. Класс. Просто класс. Ну, так вот. Здесь Моголяя и, соответственно, Раужа тоже один из матчей. Мы проиграли. Так что здесь не так все просто складывалось для чемпионов мира. Сейчас мы найдем, где они тут споткнулись. И главным образом... Об кого? Первый матч. Португальцы Silver Age и Brida. 2-0 выиграли. Бразильцы дальше. Второй раунд. Вот где они споткнулись. А канадцев? Хис и Ван Хэйзен. 1-2 не проиграли. Ох, какая борьба была. Решающий сет. 19-17 выиграли канадцы. Не просто. Не просто бразильцам. Не просто бразильцам. Не только этим. Здесь три дуэта бразильских. Бассейны были. По первому, второму, третьему. Намираем соответственно. Но мы уже сказали о том, что нет... Олимпийских чемпионов. Им сказали до свидания. Бенджамин и Харлет тоже уже завершили свое выступление. Здесь остались они 13-ми. Ну и в итоге, кто претендует на попадание в полуфинал? Ну вот, в данном случае мы с вами ведем речь о матче Марсера Уже, Дэжет Моголясь и Гип Мезгер. Это последний матч для определения полуфиналиста. Другие-то уже три полуфиналиста определились. Бринке Шнайдер, которых удивили всех абсолютно на чемпионате мира. Тикман и Рейкерман. Но это очень опытный дуэт из Германии. Но очень нестабильно он играет в этом сезоне. Ну и наконец, еще один примечательный дуэт из США. Роджерс и Скотт. Вы знаете, вот сейчас победят американцы. И без Бразилии будет финал четырех. Но это что-то невероятное. В действительности, представить в этом сезоне подобную ситуацию было практически нереально. И я, честно говоря, отказываюсь в это поверить. И сейчас. Особенно учитывая, что здесь последние два года побежали бразильцам у Нелла Рикарда. А Мецгер в 2002 году победил здесь вместе с Кевином Вонгом. И победил он в финале Марсио Раужи, но играл, правда, он с Бенджамином Ильшпраном. Без бразильца финалов четырех здесь, по-моему, очень давно не было. А были ли они вообще? Смотрю внимательно. Смотрю внимательно. Вы знаете, в девяносто шестом году, то есть один только раз в истории проведения мужских вот здесь стартов в рамках мирового тура, бразильцы не были в финале четырех. Как-то будет сегодня. Это действительно интересно. Это просто даже любопытно. Как-то будет сегодня. Упорнейшая борьба, упорнейшая борьба. Да, можно предположить, конечно, что очень серьезное соревнование под названием американский про тур профессиональный. Иначе бы вот эти ребята не приехали в такой прекрасной форме, согласитесь. Иначе бы они не приехали. Видно, что подготовлены они на все сто. Но перед ними чемпионы мира. Вызывание обязывает. Нападать сейчас американцы. 12-13. Немеренная сила, конечно, у Джейса Моголяйса. Но, вы знаете, нет у меня данных у Рости Джейка, Гипсона. Но, по-моему, все-таки тоже парень. Как минимум двухметровый. Как минимум. Увидели скорость подачи не очень высокая. Еще раз напомню, тут в этом компоненте равных Харли нет. Даже он как-то умудрился в Норвегии подать мяч от скорости 100 км в час. Фантастика. Часто. Фантастика. Смотрю результаты, вспоминаю результаты выступлений на раунд-туре бразильского дуэта. Не знаю, что все-таки неровно они выступали. Но, в общем-то, конечно, оценка очень хорошо. Очень хорошо. Особенно учитывая, что эти ребята выступают вместе. Вместе совсем недавно. Совсем недавно. Еще в прошлом сезоне Оружи выступал с Бенджамином. Даже забивался успехов в том же Берлине, например. Главная победа, конечно, Марсио Раужи и Фаби Моголенко приходится на чемпионат мира. Но они также еще побеждали в Загриде. Так что есть у них успехи. Они также здорово выступили, на мой взгляд, в Санкт-Петербурге. Классный матч они выдали против Эммануэля Рикардо. С огромным трудом олимпийские чемпионы выиграли у них в финале. Вот это наивысшее достижение этой двойки. Ну и сейчас есть у них шанс попасть в финал четырех. Хотелось бы, конечно, бразильцев увидеть. Немцы, надо сказать, что, в принципе, неплохо выступают в рамках мирового тура. Но стабильности выступлений в тех или иных волейполистах не видится, как у швейцарцев. Например, Маркус Дикман и Йорс Реккеман стали вторыми в Загриде. Что касается швейцарцев в США, Хейер и Поль Ла Сига, они стали вторыми в Берлин чемпионате мира. Вот совсем как-то неудачно Дикман и Реккеман выступают. Четвертое место в Норвегии, в Савангире. Ну и, в общем-то, им особо больше похвастать нечем. Разве что еще второе место в Хорватии. Маркус Дикман и Реккеман заняли. Так что в данной ситуации все-таки то, что немцы вот так уверенно вышли двумя парами в полуфинал, это положительный момент, очень положительный. Но еще раз скажу, что дистанция очень длинная мирового тура в этом году. 16 турниров, и они достаточно, вы знаете, проходят плотно. График такой очень непростой, очень непростой. Никаких турниров в марте не было, в апреле. Все достаточно акцентированно. В мае начались соревнования, и практически нет передышки, практически нет ни мужчин, ни женщин. Попадает, судя по всему, гипплощадку. 13-16. Хотел бы, конечно, раздобыть какую-то информацию по поводу этого волейболиста, но нет, пока ничего нет. В мае питания. Та-да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, кстати, сегодня достаточно много у нас будет пляжного волейбола, только он будет идти не на одном канале Евроспорт, а на канале Евроспорт 2 вы сможете еще посмотреть в прямом эфире одно-второе финала мужчин. Затем сможете посмотреть матч за бронзовые медали. Это уже будут соревноваться женщины. Ну и, наконец, что касается матча с золотой медали, он как раз будет в прямом эфире Евроспорта 1 в 20 часов, если не ошибаюсь. Сегодня вы сможете понаблюдать за финалом женским. Ну а матч, который пройдет на Евроспорте 2, полуфинал мужской. 18-0 по московскому уровню и 19-0-0 матч за бронзу у женщин. Ну, вы знаете, Бразильцы постоянно убрегают Менгра в том, что он использует показания, когда делать передачи партнера, но пока, скажем так, не очень арбитрно обращайте на это внимание. Пока. Ну и сами бразильцы, по-моему, пользуются благословительным арбитром. Вот к этому, на мой взгляд, не очень чистому приему. Не думаю, что смогут сейчас выбраться из этой ситуации американцы. 19-15, 2 очка осталось до победы. Вот смотрите, как здорово играет Бразица. Отгадал сейчас Демоголейс. Направление атаки 20-15. Первый сэкбол. Ну что, чемпионы мира сейчас наверняка возьмут свое и американцам стоит уповать на второй сет. Да, не спешат чемпионы мира, постоянно протирают очки, уже смоголяясь. В общем, арбитр спокойно это все взирает сверху своей вышки. Да, в действительности можно предъявить претензии, на мой взгляд, американцам в плане приема. Еще один шанс закончить встречу. Теперь уже с подачи соперника и реализуют его Моголейс. 25-16. Чемпионы мира обыгрывают в первом сете Гиба и Мезгра из США. Впереди нас ждет второй сет. Кишпини, Португалия. Одна четвертая финала по пляжному волейболу. Одна четвертая турнира из серии мирового тура. И американцы Гиба и Мезгра, многие их здесь уже удививши, пытаются составить достойную конкуренцию. Марсио Раужи и Джеццо Моголяйс из Бразилии мировым чемпионом. И к тому же тем, кто здесь пассивный был при жеребевке под вторым номером. То есть априори фавориты, естественно, бразильцы. Но тут уже несколько бразильцев потерпели крах. И суперизвестных, не менее известных, чем Раужи и Моголяйс. Я говорю сейчас о Рикарде Мануэле, в первую очередь. Вторую о Харле Бенджамине. Кстати, не будем забывать, что Мезгра уже много тоже провел матчей на самом высоком уровне. Ну, в отличие, правда, от своего партнера Джейка Гиба. Сейчас американцы проводят очень хорошую атаку. И добивался он приличных результатов своим партнером Вонгом и Холдреном. С Вонгом в 2001 году он побежал в штате. С Вонгом был третьим в Марселе и на Играх Доброй Воли в Австралии. Это все 2001 год, в 2002 году. С Вонгом был третьим в Монреале и первым в Ушпиню. То есть вот здесь Стейн Мезгер и побеждал, правда, с другим партнером. Вторым был Форталит в 2002 году, в 2003 был вторым плагин Форти, но это уже последнее было выступление удачное с Вонгом. Что касается Холдрен, то лучший результат – это как раз второе место на чемпионате мира 2003 года, между прочим. Но это был лучший результат. В прошлом году на Вафинах, на Олимпийских играх Холдрен и Мезгер были пятыми. И новый сезон Мезгер начинается с новым партнером с Гибом Джейком, или Джейк, корочный вариант, с Джейком Гибом, который не числился до этого сезона в скрижалях, в каких-то аналах, пляжного мирового волейбола. Вполне возможно, что у себя дома где-то он в рамках СВОПРО бичволи Тура играл, но мы об этом не знаем. Конечно, сразу заиграть в пляжный волейбол невозможно. Об этом может вам точно сказать Господь Тетюхин, который является чуть ли не лучшим заигрывающим в мире в большом волейболе, но решил он в этом году по окончанию трудного сезона попросить себя в пляжниках, и этот человек, который все знает абсолютно, он категорически заявил о том, что совершенно другая игра пляжный волейбол, и здесь быть лучшим сразу никогда и ни у кого не получится. Так что я думаю, все-таки опыт получает Гиба Гиба, есть игры, но на каком уровне, пускай сложно. Появили американцы за счетом 4-2, плохо играет, сейчас на приеме Магаляйс. Просит поменять мяч, да? Судя по всему. Магаляйс, но на сей раз Магаляйс справился. Я сейчас пытаюсь обратить внимание на календарь этого года, и опять же к разговору, насколько насыщен он. Вот посмотрите, 14-18 июня Швейцария, 21-25 Германия, 28 июня 2 июля Норвегия, 5-9 июля Россия, Санкт-Петербург, Португалия 2016 и 26-30 Франция турнир из серии «Большого шлема». Ну вот видите, здесь пауза небольшая будет, пауза небольшая будет. А потом вновь напряжение такое серьезное. Ведь подряд будут турнира, два подряд турнира из серии «Большого шлема» во Франции, в Австрии. А тем переберутся на пляжнике мужчины. Сейчас посмотрим, куда мужчины в Канаду, вместе с женщинами отправиться. Ну, я здесь должен только поправочку сделать. После Португалии мужчина отправляется все-таки в Польшу. У них-то как раз паузы не будет, пауза небольшая будет у женщин. А все дело в том, что женщины на один турнир к этому моменту провели больше. А вот мужчины-то как раз без паузы последует в город Старой Яблонки. И так что в них все очень и очень даже круто. Но знаете, если внимательно посмотреть здесь, а пытаюсь тут паузу найти, с 8 июня никакой паузы нет. И поэтому, возможно, некоторые... Каждую неделю, в общем, бьются пляжники. И, наверное, возможно, поэтому некоторые немецкие дуэты, и швейцарские не поехали в Санкт-Петербург. Взяли выходные. Здесь все присутствуют. И, как я уже говорил, выступили они здесь уже могут принять удачно, потому что два дуэта находятся в полуфинале. Бриншнайдер и Реккарман и Дикман. Моголяйс бился как мог сейчас, но в итоге все-таки заблокировали его удар. Джейкоб Гиб классно сыграл. Я еще раз говорю о том, что точно рост его не знаю, но явно, что этот парень где-то 2-2-0-1, возможно, даже. Не особо он уступает в росте моголяйсов. Хорошо, уверенно сейчас атакуют араузи. Мужчина будет завершать сезон в Южно-Африке 23-27 ноября. Пройдем последний турнир. Ну и женщина там же будет завершать, но у них неделя раньше пройдет турнир. Да, по-моему, там. Да, 16-20. Араузи на подаче. Очень приятно, что все-таки не Манали Рикардо побеждает всех подряд, есть и другие дуэты, в том числе и не бразильские, немецкие, американские, которые, на мой взгляд, только зрительский интерес подогревают. Ни всякого сомнения, если бы ситуация была иной, только бразильцы, вот как в Санкт-Петербурге, 4 дуэта, были финалы 4-х, и только бразильцы. Конечно, финал был выдающихся. Араузи, Моголяйси, Рикардо Бурнал не спорит, но все-таки жаль, что не было интернационального, скажем так, финала 4-х. Вот тех же американцев, мы с удовольствием посмотрели с вами, согласитесь, тех же немцев, которые не поехали в Санкт-Петербург, они бы там тоже могли пригодиться очень сильно. Что касается Марфиара Ужа, один из самых известных волейболистов-пляжников, побеждал неоднократно, многократно, так бы сказал даже, с разными партнерами, с Бенджамином, Луизао, с Адрияно. С рейсом к Астру, ну, первая победа приходится на Калере, на 99-й год в Италии, представляете? Так что, много этот парень повидал к своим 32-х годам, так что, но опять тут какие-то проблемы, выяснение отношений, не одно, по-моему, тут американцы попросили небольшую паузу, все в порядке, я надеюсь. за счет, по-моему, не совсем правильно стоит, 9-7 должен быть, мне кажется, так. Давайте посмотрим. Да, в действительности еще 9-7. Ну что ж, классная подача, просто классная подача. Между прочим, Марсио Раужи и Фавио Моголяйс в этом году заработали уже 150 тысяч на 2 их, чуть-чуть они в этом показателе уступали Эммунелу Регу и Рикардову Сантусу, но я так понимаю, что они имеют шанс их опередить. Что касается американцев, конечно, никаких у них достижений великих нет, мало они выступали в 3-2 турнир. Ну и на Олимпиаде, в данном случае, распоминаю, что на Олимпиаде они заняли пятое место, но правда в другом до этих выступал Мезгр, а в этом году были 14-м чемпионатом мира, но ничего особенного в общем-то о них говорить нельзя, но при этом посмотрите, как они прилично смотрятся. Да, вот еще раз попадаю я на информацию о самых быстрых подачах 101 километр 300 метров. Такова подача была самая лучшая Маркеса Харли в Норвегии. Потрясающе совершенно. Очень хорошо подает Йонас Реккерман тоже. Здесь мы видим 95 километров в час, но Харли у него и третья подача по усилию, вторая у Хлемеса Доплера, Швейцарин подал со скоростью 98 километров 300 метров в час. Забавная, конечно, забавная статистика. Ну что ж, матч продолжается и американцы здорово сейчас борются. Между прочим, если говорить о самых титуловных спортсменах, которые попали сюда в решающую часть соревнований, то как раз самым титуловным является Марсел Раузов. Десять раз он побежал в рамках мирового тура. Очень-очень приличный результат. Но сегодня не так просто. Ему его партнеру движется Моголяйсом пока. Первый сет, конечно, они выиграли достаточно уверенно 21-16, но вторая партия развивается по иному сценарию. Хорошая игра на блоке. Вы видите, как сейчас Моголяйсом здорово блокирует Джейк и пыет. Ну что ж. Возобновляется игра. Очень приятно слышно в Даркелл. Это ансамбль. Но народу маловато. Вот это обидно. Больше, конечно, чем накануне, но все-таки хотелось бы, чтобы публики было побольше. Небольшое преимущество во втором сете у американцев. Совсем небольшое. Здесь преувеличивать, в общем-то, пока значение набранных очков не стоит. Расправил, что в сетке сейчас Меджгер. Хорошо подает его партнер. очень хорошо. В атаке точно атаки сейчас было Рауза. Да, бил, конечно, по месту и в данном случае показал высокий класс. Вне всякого сомнения точность не изменила ему. Подает, кстати, ребята очень хорошо. И те и другие. нет, сейчас в данной ситуации не ошибся, Джейк. Все сделал чистенько. теперь отправляется на подачу кип. Не, простите, как раз был сейчас Меджгер. Ах ты, намок сейчас. А в итоге посмотрите, американцы здесь могли как следует обустроить эту атаку и все таки очко они набрали. Очко они набрали. Смотрите, тут упал, впоткнулся, увидя Арау уже просто впоткнулся, но конечно бывает, эта ситуация она не просчитывалась никем, естественно. На подаче Меджгер впадает в сетку. Мне-то понятно, если пытается сильно атаковать прямо с подачи, а это умеет делать Меджгер, то шансы есть и заставить ошибиться соперников на приеме и шанс просто самому попасть в вал. По ощущению, что образец всегда чуть-чуть затягивает в течение этой встречи, то очки протирают, то о чем-то там договариваются. Но вообще все равно спасибо за попытку. Здорово сейчас Моголя Арау уже действовали в защите, чуть-чуть не удалось. В общем, конечно, как они отрабатывают в защите, можно удивляться. Вот смотрите, 204 рост Моголяйса, а он сумел такой кульбит совершить сейчас. Джейк, на подаче гиб. Не знаю, что не понравилось сейчас Моголяйса, но по-моему, он думал-думал и в итоге ничего хорошего не придумал, посмотрите. Падает просто в сетку. Но, наверное, пытался все-таки обмануть сейчас Джейка гиба. В итоге достаточно простая была ситуация. на мой взгляд. Сейчас очень просто сыграл. Моголяйса в итоге в простоте был как раз залог успеха. Смотрите. Ну, такие, конечно, резко бывают эпизоды, когда так просто все удается. Нет, здесь не все в действительности просто. Вот что сейчас говорила, чем был виноват его партнер, как-то он так показал вроде бы правой рукой, что, мол, смотри, что я могу сделать. Мечт туда попадает, меня там просто не может быть априори. Ну, наверное, да, не может он находится посередине площадки все-таки надо какую-то позицию занимать, какое-то пространство перекрывать, но не все же. По-прежнему преимущество американцев, в общем-то оно достаточно комфортно, сейчас плюс 3 на подачу соперника она набирает обычно очко и становится плюс 4. Ну, посмотрим. Так, вроде как, внешне все выглядит, что не избежать третьего решающего сета. не а вы так вот смотришь, вроде действительно американцы, которых никто и не видел практически в этом году. А посмотрите, как играют, знаете, как играют? Ни сколько не хуже чемпионов мира, согласитесь. Ну, ладно, мы посмотрим все-таки, что будет в решающем сете, я думаю, что его уже не избежать. джейкоб гипп на подачу. Вот это да, мять попадает в площадку. Ну, это уже разгром, 2014, это разгром. Но подача была просто идеально, согласитесь. прямо посерединке между Араузовым и Моголяйсом сейчас промахнулся. Первый сетбол не был использован. Пришло время второго. Очень долго готовится впадать сейчас бразильцы. Тут еще и сопровождение ударное такое. 15-20. Хорошая, кстати, очень подача и... Так, 21-15 американцы выигрывают. Одну рукой закрыл сейчас фантастика. Мезгер сумел мощного этого парня закрыть на блоке одной рукой. Совершенно замечательно все сделал сейчас опытный Мезгер. Ну, в принципе, это сейчас уже не столь важно, а важно то, что команда будут выяснять отношения в третьем решающем сете. на всякий случай, напомню, что касается у нас женской части соревнования, тут тоже, я думаю, можно вспомнить и напомнить тем, кто уже смотрел вчерашние наши трансляции. замечательно сыграли греческие волейболистки Кутрумониду и Сарциани в полуфинале против американок Янс и Ваколдор выиграли 2-0 и встречаются они в финале сегодня и причем в финале встречаются миром для себя вообще в истории против лучшего дуэта в мире на сегодняшний день Кэрри Волш и Мисти Мэй Трейнер. Шансы гречанок на мой минимально абсолютно но фактах выхода в финал это конечно сенсация Волш и Мэй в свою очередь Волш и Мэй в полуфинале выиграли в трех сетах у бразильского дуэта Франции и Кудешбарте Силве у вице-чемпионок мира финалистки как раз чемпионата мира Волш Мэй Трейнер и Франции Силва но все-таки была борьба надо признать выиграли даже один сет бразилианки но в третьей партии 15-11 американки выиграли так что для начала сегодня будет матч за бронзу затем финал напомню финал вы сможете посмотреть посмотреть вместе с нами на канале евроспорт и так третий сет напоминаю это последний четвертьфинал ну что ж наконец-то наказали американцы арбитры вот за это движение его называют пионер больная бразильцы требовали требовали и наконец сумели дождаться этого момента до начала конечно решающих с этой явно за бразильцами 3-0 3-0 очень тяжело будет сейчас уже очень тяжело еще раз на всякий случай напомню кто уже прошел полуфинал брикшнайдер немцы будут встречаться с американцами родных исход ну а дикваны рекомен ждут как раз победителей этого матча 4-1 команда меняется страной площадке мужские полуфиналом кстати пройдут сегодня завтра только время финальной встречи это тоже любопытно ну а женщина сегодня завершает свои соревнования еще раз скажу о том что все-таки появление американских дуэтов мужских и женских это только плюс мировому туру колоссальный плюс потрясающий мегаля сейчас сыграл просто потрясающий более у него колоссальная проблема но он из этих проблем с достоинством сейчас выброса посмотрите может быть вы согласитесь может быть нет все-таки скажем так блок в исполнении гиба не производит какого-то уж очень крутого впечатления все-таки руки работают на блоке намного лучше мне так кажется у моголайся и дело не только что не только в том что надо выпрыгнуть высоко и прям поставить руки лучшие блокирующие игроки типа рекарда они умудряются следить за полетом мяча и как великолепно у них работают руки и вправо и влево и за мячом это удивительно просто опять критическая ситуация была у бразильцев и тем не менее не смог джейк воспользоваться просто шикарной возможностью сократить отставание в счете до минимума практически 4 6 американцы идут на подачи теперь уже на другой половине площадки но вы знаете что на той бреке через каждые пять розыгрыша мяча отправляются очка управляются команды на другую половину площадки не смог зацепить сейчас все таки мяч этот как следует что джейк гиб не смог чуть-чуть коснулся мяч и все посмотрите мне так показал что сейчас все таки ра уже подавал знаете уже обеспокоившись тем что силовая подача может все таки принести очку соперника все таки сегодня мощнее подавал вот решающий цвет наступаете естественно момент усталости ну и страх на какой то есть все таки вот это чемпионы мира но ставки высокие 57 по моему мяч все-таки попадает или не попадает площадку вот так внешне показал что не попадает то внешне показал но камера не успел с этим еще вот сейчас может мы поймем площадке мяч еще и как просто не было вида ни бокового арбитра не главного арбитра ну или как принято это волейболе первого второго арбитра вы знаете между коснулся сетки я думаю что на этом все не вылезут американцы так конечно причем двумя руками коснулся сетки на блоке посмотрите вот пожалуйста даже вопросов нет что ты думаешь руками понятно что все было не уйти от ответственности не уйти постоянно возникает паузы ударники и красоты паузы заполняет ну что придется американцам бороться за да ничего не придется им сейчас они выбывают ведь тот кто проигрывает сейчас в этой встрече смотрим внимательно тот занимает пятую строчку в итоговом протоколе а все очень спокойно уверенно лишает атаку моголяясь по-моему эти ребята уверены себе на все 100 нет блок не поможет в данном случае вот этот блок я сказал что даже бессмысленно отчаянно выжать и ловить мяч на задней линии тоже не делал 116 ошибается потому что приеме джейк ну вот может быть отсутствие необходимого опыта много даже мастерства все-таки сразу самый сложный момент вот сейчас берут естественно американцы будет тайм-аут ситуация не просто критическая хв 16 на подача бразильцев но я думаю все-таки португальцы большинство переживают за бразильцев и правда тут немного португальцев но все-таки повторы повторы идут скажем так эмоциональных эпизодов хороших атак хитрых атак в исполнении и бразильцев и американцев в расстройках на джейк и а это уже нам показывают как разочарованы стоит медверь давай не обсасал то тайм-аут вы знаете очень долго арбитр позволяет командовать это не спешить класс просто класс вот это подачи не но это что-то фантастическое вот по-моему минуты 34 назад я сказал что ара уже перестал рисковать нападать и посмотреть почти 85 километров в час это уже подача вот это уже особенно на фоне усталости это уже колоссальнейшее оружие просто забили сейчас американцев они по моему состояние броги и выйти из него не смогут слишком велико преимущество 712 ну есть просто возможность завершить встречу достойно надо хотя бы еще пару троечку очков все-таки набрать по троечку но сделать это будет колоссально сложно вне всякого сомнения мы видим как тут все непросто складывается для американцев интересная подача была не осыпается в атаке не ошибается да вот это преимущество 215 которого достигли американцы в общем-то но к сожалению для них ничего не дало ничего ну что наступает время решающихся в данном случае розыгрышей out первый матч был между в данном случае риск был оправдан если просто подавать рисковать шансов вообще никаких нет тут вроде бы какая-то была перспектива такая исключительно по моему внешне смотрите 14 8 вот это была подача вот бразильцы точно могли рисковать совершенно спокойно имея столько матч голов и так дикман и рекерман должны вот-вот дождаться своих соперников знать их имена и понятно что это будут бразильцы не знаю как вам не то что другого быть уже нет может если бы это не были конечно моголясь ухты красиво 1014 очень красиво это может поприветствовать вот опять же это было из тех ситуаций которая позволяет какой-то шанс поиметь но надолго ли надолго ли на 1510 так завершается 3 решающие цветы определяется последний полуфинали гиппы методов попадают в мать за третье место ну а чемпионы мира моголяя яра уже будут играть ли не добром конечно они попадают уже до пятой позиции ну а эти ребята бразильцы попадают полуфинал всего доброго спасибо за внимание а